Пейзаж В таких условиях они чувствуют себя вполне комфортно. Доильный зал на сегодня доит полторы тысячи коров. Высокая производительность доильного зала и комфорт для животных. Ежегодно надои в Подавинном увеличивают на 500-700 килограммов с одной коровы. Это очень солидная цифра. Да и качество молока отменное. Из него выпускают одну из самых популярных на Урале марок мороженого. В этом году мы, думаю, надоем 15 тысяч тонн. Надой на корову приблизится к 8 тысячам литров. Таким образом мы производим молока где-то процентов 9, в летнее время 10 от всего областного. Это молочное чудо стало возможным прежде всего благодаря трудолюбию Подавинцев. Область дала госгарантии под кредит. Хозяйство ежегодно получает областные и федеральные субсидии. Свою положительную роль сыграло и введение техрегламента на молоко. Но главное, что с развитием экономики рухнула монополия единственного производителя. Теперь молокозаводы сами идут к селянам и уже не диктуют свои условия, а договариваются о взаимовыгодной цене. Благодаря тому, что у нас сейчас создано несколько крупных молочных холдингов, нет монополии, а буквально еще 3-4 года назад у нас была монополия, даже 2 года назад у нас еще была монополия, то возрос на молоко среди молокозаводов. Соответственно, в этом году очень высокая цена. Вот это хозяйство продает молоко по 15,5 рублей за литр. Для сравнения, в прошлые годы было не больше семи. На потребителях этот рост никак не отразится. А вот для молочных хозяйств это возможность получать прибыль и развиваться. От этого многое зависит, в том числе и качество жизни на селе. Например, в Подовиной переезжают жить из Курганской области и даже Казахстана. Благодаря успешному хозяйству с работой и зарплатой здесь нет проблем. Руководство предприятия всегда идет навстречу местным властям. Благоустройство самого поселка, содержание межпоселковых дорог. Ну, общие вопросы. У меня тесная связь с Сергеем Петровичем. Сергей Петрович бьет рекорды не только на молочном производстве, но и в полях. Предприятие выращивает кормовую пшеницу, сою, кукурузу. Кстати, царица полей дала хороший урожай. В этом году, несмотря на то, что у нас полтора месяца была заскак, кукуруза до 40 сантиметров с гектара. То есть, да, кукуруза – это кормовая культура, достаточно сбалансированная. И если посмотреть, что, например, фуражная наша, фуражная пшеница или ячмень, у него урожайность намного ниже, чем кукуруза. То есть, в засушливый период из 40 сантиметров, а в хороший период она может дать ей 50 с лишним сантиметров. Именно поэтому Михаил Юрьевич предлагает переориентировать сельхозпредприятия на выращивание кукурузы. Это был бы компромисс из разряда и вашим, и нашим. Животноводство на Урале развивается очень активно. Корма закупают в радиусе 600 километров. Зачем отдавать деньги на страну, если можно поддержать местного производителя? Ответ очевиден. И тот, кто даст его первым, сможет оказаться в авангарде. Продолжение следует...